Вы ищете простой телевизор и не хотите тратить кучу денег на дорогую модель? Недавно мы купили и протестировали LG UP8000, один из телевизоров начального уровня 2021 года. Он простой и не имеет кучи дополнительных функций, но все же предлагает неплохие общие показатели. Привет, я Даго, тестировщик Artings, где мы помогаем найти вам лучший продукт. Мы покупаем все наши продукты, как только они появляются на рынке, а не получаем их от производителей. Тестировщики в нашей лаборатории проводят целую неделю, интенсивно тестируя телевизоры, чтобы мы помогли вам найти лучший. Мы пробуем новый формат в этом видео, поэтому дайте знать, что вы думаете об этом в комментариях. Как обычно, актуальная цена на представленный телевизор в описании. Сначала мы рассмотрим дизайн, а затем перейдем к смарт-функциям. Потом обобщим наши результаты, посмотрим на качество изображения, обработку движения, входы, качество звука и сравним его с некоторыми конкурирующими телевизорами, доступными на сегодняшний день. Мы купили 65-дюймовый LG UP8000 для теста, но он также доступен в размерах от 43 до 86 дюймов. Однако мы ожидаем, что модели с диагональю 50, 60 и 70 дюймов будут работать по-другому, потому что у них другие типы панелей. 82 и 86-дюймовые известны как UP8770 и немного отличаются, потому что имеют 120 Гц и поддержку HDMI 2.1. Если вы хотите сразу перейти к нашим результатам, смотрите ссылки в описании или воспользуйтесь функцией эпизодов YouTube. Давайте начнем с дизайна. LG UP8000 очень похож на предыдущие телевизоры LG начального уровня. Он довольно простой, в пластиковом корпусе и обычной задней панелью. И панель, и рамки вполне тонкие, что придает ему довольно-таки стильный вид, поэтому он должен хорошо смотреться в любой обстановке. Телевизор стоит на металлических ножках, которые широко расставлены. Если вы купите большую диагональ, вам понадобится большая тумба, чтобы его разместить. Задняя панель вполне обыкновенная, а пластик не имеет никакого текстурированного дизайна или чего-то еще. Несколько разъемов обращены вбок, но есть и такие, которые обращены назад, поэтому провода могут торчать, если вы повесите его на стену. Если повесите, то размер веса составит 300 на 300. Слабенький кабель менеджмент, но есть два зажима, через которые вы можете пропустить кабели. В целом LG UP8000 довольно хорошо сделан, он преимущественно пластиковый, за исключением металлических ножек. На ощупь он довольно крепкий, но задняя панель легко прогибается, особенно вблизи монтажных отверстий веса. Наш блок немного шатается, но это может быть из-за того, что он такой большой. Чтобы узнать больше входов, ознакомьтесь с разделом входа в этом видео. Прежде чем мы перейдем к результатам, давайте посмотрим на смарт-функции. LG выпустили переработанную версию смарт-платформы WBS на 2021 год. Вместо баннера снизу вы получаете полноэкранную страницу, на которой есть куча приложений и стриминг-сервисов. Он прост в использовании, и интерфейс по большой части довольно-таки плавный. К сожалению, как в большинстве современных телевизоров, на домашней странице есть реклама, и отключить ее невозможно. В рамках обновленного интерфейса WBS LG в этом году также выпустили новый пульт управления. Он обладает той же функциональностью, что и классический Magic Remote, но он более плоский, а не изогнутый, как было в предыдущие годы. Вы можете использовать его как традиционный пульт с кнопками навигации, а также как указку. Навел, нажал. Внизу также есть несколько кнопок быстрого доступа к Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus и LG Channels. У вас есть доступ как Google Assistant, так и к Amazon Alexa для голосового управления этим телевизором. На пульте есть микрофон, и вы можете сказать всему изменить настройки, выполнить поиск контента или даже узнать погоду. Открой YouTube. Переключись на HDMI 1. Какая погода в Нью-Йорке? Прежде чем перейти к измерениям наших тестировщиков, давайте поговорим о том, как он работает. В целом, это неплохой телевизор, в нем нет ничего особенного. И в этом ценовом диапазоне есть несколько более многофункциональных вариантов, таких как Hisense и TCL. Однако, этот телевизор хороший, если вы смотрите его с несколькими людьми, потому что у него широкие углы обзора. Если вы собираетесь использовать его в качестве монитора, то края не будут выглядеть размытыми, когда вы сядете близко. LG UP8000 не очень хорош для просмотра фильмов как в HDR, так и в HDR. Стандартный и расширенный динамический диапазон. Черный выглядит серым при просмотре в темноте, потому что он имеет низкий коэффициент контрастности и нет функции локального затемнения для улучшения качества изображения в темных сценах. К тому же он не сможет выделить яркие блеки в HDR контенте, так как задумал создатель. HDR это технология визуализации, которая захватывает, обрабатывает и воспроизводит контент таким образом, чтобы увеличить детализацию как теней, так и ярких бликов. То есть изображение выглядит более похожим на то, что видит человеческий глаз, если сравнить с HDR изображением. Чтобы узнать больше о HDR и SDR, ознакомьтесь с нашей статьей. UP8000 хорош для просмотра спорта и ТВ-передач. Вам понравятся удобные смарт-функции. Хоть у него и хорошая обработка отражений, он не очень яркий, что означает, что отсвечивание может стать проблемой. Если вы собираетесь играть на этом телевизоре, то знайте, что он ограничен 60 Гц и не имеет дополнительных игровых функций, такие как Variable Refresh Rate. Однако он все же имеет низкий input lag и хорошее время отклика, что делает движение плавным. LG UP8000 подходит для игр в HDR. Как мы только что упомянули, у него низкий input lag и хорошее время отклика для отзывчивого игрового процесса. Однако он не очень яркий в HDR и имеет низкий коэффициент контрастности, поэтому цвета не такие живые, как должны быть в HDR. Также он способен отображать правильную цветовую субдискретизацию 4.4.4. Цветовая субдискретизация помогает улучшить четкость текста, когда вы используете его в качестве монитора. Следующим мы погрузимся в детали. Если вам нравится наш контент, подписывайтесь на наш канал для получения последних видео. И посетите наш сайт для полного обзора и других вещей. Подписываясь, вы помогаете нам охватить более широкую аудиторию, тем самым помогаете другим найти лучшие продукты. Кроме того, рассмотрите наше предложение телевизоров по ссылкам ниже. Вы найдете все доступные размеры, представленные в удобной форме. Теперь давайте поговорим о качестве изображения. Одной из важнейших составляющих качества изображения является контраст, который представляет собой разницу между на ярчайшем белым и на темнейшем черным. Наша 65-дюймовая модель имеет репейс-подобную панель, которая известна своим низким контрастом, и это не является исключением. Черный выглядит серым, если смотреть в темноте, так что он не очень хорош для просмотра фильмов. К сожалению, у этого телевизора также нет локального затемнения для улучшения контрастности. Имейте в виду, что модели с диагональю 50, 60 и 70 дюймов имеют VA панель, поэтому они должны иметь гораздо более высокий контраст. Посмотрим на яркость HDR, она обыкновенная. Это важно, если вы собираетесь использовать телевизор в хорошо освещенной комнате. Измеренная яркость составила около 270 нит, и, к счастью, яркость не зависит от контента, что хорошо. Этот телевизор хорошо обрабатывает отражения, и он достаточно яркий, чтобы бороться с отражением тусклого света, но не достаточно хорош для действительно светлых комнат, так что при прямом свете отражения могут раздражать. Теперь перейдем к яркости HDR, она важна, если вы предпочитаете смотреть HDR-фильмы и хотите, чтобы выделялись блики. К сожалению, UP8000 не становится намного ярче в HDR, яркость в HDR составила около 300 нит. Она недостаточно, чтобы обеспечить реальные впечатления от HDR, но это ожидаемо от телевизора начального уровня. В игровом режиме HDR он становится немного ярче, чем в обычном HDR-режиме. Опять же, этот телевизор не позволяет выделять яркие блики в HDR-играх. Посмотрим на однородность экрана, она в порядке. Наличие однородного экрана важно, если вы собираетесь использовать его в качестве монитора, когда у вас большие области одного цвета, например, на веб-странице. В нашем экземпляре края заметно темнее, а в центре есть эффект грязного экрана, который может особенно напрягать при просмотре спорта. Что касается однородности черного, то оно довольно посредственное. Весь экран выглядит синим из-за низкой контрастности, а вдоль краев сильно заметны засветы. Это видно, когда вы смотрите темные сцены с яркими бликами, как в фильмах. Имейте в виду, что однородность может варьироваться от экземпляра к экземпляру. Одним из преимуществ этого телевизора являются широкие углы обзора. А DS-панели, которые используются в этом телевизоре, известны своими широкими углами обзора, поэтому изображение остается точным при просмотре сбоку. Вы можете заметить, что экран выглядит темнее только под очень большим углом. Также имейте в виду, что VA-панели на 50, 60 и 70 дюймовых моделях будут иметь меньшие углы обзора. Для большинства людей точность светопередачи очень важна. Из коробки UP8000 обладает приличной точностью. Вы не сможете увидеть каких-либо неточностей с большинством цветов. Однако баланс белого немного нарушен, поэтому оттенки серого выглядят не так, как должны. Цветовая температура также немного холоднее, чем должна быть, поэтому изображение имеет синий оттенок из коробки. Однако, точность из коробки может зависеть от экземпляра, поэтому ваши результаты могут отличаться. Если вы хотите узнать больше о наших настройках, посетите наш сайт. Теперь давайте взглянем на цветовую палитру. Это диапазон цветов, которые телевизор может отображать для HDR контента. К сожалению, UP8000 не может отображать широкую цветовую палитру, поэтому некоторые цвета в HDR контенте будут выглядеть не так, как должны. Это вполне ожидаемо для бюджетного телевизора. Кроме того, это означает, что он имеет плохой цветовой объем, то есть насколько хорошо телевизор отображает цвета разных оттенков. И так как он имеет низкий контраст и низкую пиковую яркость, а также не обладает широкой цветовой палитрой, он не сможет хорошо отображать темные яркие цвета. Теперь давайте посмотрим на обработку движения и начнем со времени отклика. Время отклика – это как быстрые пиксели меняются от одного цвета к другому, и это влияет на внешний вид движения. UP8000 имеет хорошее время отклика, что является приятной неожиданностью. Движение по большей части выглядит довольно плавным, но вы все равно можете увидеть небольшое размытие. В темных переходах есть небольшое проскакивание, которое может привести к некоторым артефактам в темных сценах. Если вы предпочитаете смотреть контент с более низкой частотой кадров, как у фильмов, этот телевизор может интерполировать контент с 30 фпс до 60 фпс. Это известно как эффект мыльной оперы. Он работает в медленных сценах без особого экшена, но когда есть много быстро движущегося контента, вы увидите некоторые артефакты разрыва экрана, которые могут раздражать. Если вам не понравится, вам не нужно включать эту настройку. Поиграйте с ней, чтобы сделать так, как вам будет лучше всего. Еще один способ улучшить движение с более низкой частотой кадров – это удаление 24 педжаттера. Это особенно важно для просмотра фильмов, снятых на 24 фпс. К счастью, UP8000 может удалить 24 педжаттер из любого источника, даже если он исходит от 60 педжаттера такого как твоя приставка. Это редкость для телевизора с частотой 60 герц, так что это прекрасно. Вы можете узнать больше о джаттере здесь. Для UP8000 любая из моделей от 43 до 75 дюймов ограничена 60 герцами и не поддерживает variable refresh rate. Тем не менее, 82 и 86 дюймовые модели рекламируются как 120 герцовые, но мы не знаем, есть ли у них поддержка VRR. Прежде чем мы покажем вам разъемы, давайте поговорим о импутлаге. Это важно для игры, потому что вы получаете минимальную задержку своих действий на экране. LG известны своим низким импутлагом в игровом режиме, и этот телевизор не исключение. Он достаточно низок даже для самых серьезных геймеров. LG выпустили новую опцию предотвращения задержки ввода для своих телевизоров 21 года, которая предназначена для еще большего уменьшения импутлага, но эта опция не активна на нашем телевизоре и, вероятно, доступна только на 82-86 дюймовых моделях. UP8000 отображает практически любое стандартное разрешение до 4К 60 герц. Он отображает 1440p 60 герц, но только если вы принудительно включите это разрешение с ПК. Он также может отображать правильную цветность 4.4.4 на всех поддерживаемых разрешениях, что важно для чтения мелкого текста, когда вы используете его в качестве монитора. Для этого убедитесь, что используемый вами вход изстроен на ПК. В рамках нашего обновления бенчмарка мы также проверяем, поддерживают ли телевизоры новой PS5 и Xbox Series X. Он поддерживает до 4К 60 герц на любой консоли и даже имеет LLM, который автоматически переключает телевизор в игровой режим при запуске игры совместимого устройства. Наш Xbox говорит, что телевизор поддерживает контент 1080p 120 герц, но он не работает и пропускает кадры. Мы ожидаем, что модели 82-86 будут поддерживать игры до 4К 120 герц, так что если у вас есть эти модели, напишите, что они поддерживают. Если мы посмотрим на входы сбоку, то увидим два входа HDMI, USB порт и тюнер. На задней панели есть еще по порту HDMI и USB, а также оптический цифровой аудиовыход и порт Ethernet. Все три HDMI являются HDMI 2.0, а модели 82-86 рекламируются как имеющие новый HDMI 2.1. Посмотрим, что поддерживает телевизор с точки зрения форматов HDR. Он поддерживает только HDR10 и базовый гибрид-лок гамма, но не HDR10 Plus или Dolby Vision. Это немного разочаровывает, но вполне ожидаемо, потому что его показатели HDR также не являются особенными. К счастью, UP8000 поддерживает и ARC на втором HDMI. Это позволяет передавать высококачественный звук на совместимый ресивер или саундбар через один разъем HDMI. Он поддерживает аудиокодаки Dolby Vision, но не DTS. Давайте быстренько поговорим о качестве встроенных динамиков. Как и в большинстве телевизоров 2021 года, во встроенных динамиков нет ничего особенного. Они не производят много басов, но звучат достаточно хорошо для большинства людей, смотрящих шоу или играющих в видеоигры. Также есть некоторые искажения при воспроизведении контента на максимальной громкости, но не все могут их услышать. Как всегда, если вы хотите получить наилучший звук, мы предлагаем использовать саундбар или домашний кинотеатр. Поскольку мы все еще находимся в начале телевизионного сезона 2021 года, мы не тестировали много телевизоров, подобных этому. Мы процессировали Sony X80J, который имеет аналогичный тип панелей и работает так же, как и UP8000. Но если вы хотите сравнить с другими телевизорами 2021 года, которые мы покупаем и тестируем, ознакомьтесь с нашей таблицей, где вы можете сравнить наши оценки использования. На этом все. Что вы думаете о LG и UP8000? Этот телевизор будет в вашем мастхэв списке. Сообщите нам об этом. И да, мы растущая компания и расширяемся в другие категории продуктов. В результате мы нанимаем сотрудников в нашей офисе в Монреале на различные должности. Так что если вы хотите помочь людям найти лучший для них продукт, загляните на страницу вакансий на нашем сайте. На нем же вы сможете ознакомиться со всеми измерениями. Вы также можете стать инсайдером на сайте для раннего доступа к нашим последним результатам. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Вот и все. Спасибо, что посмотрели и увидимся в следующий раз.